Такая книжка. Это Керри Смит «Открой мир заново». Тоже книжка, надо сказать, интересная. Вообще, раньше я как-то не присматривалась к таким, такого рода, ну не знаю, даже как-то не знала о их существовании, наверное, год назад я стала видеть их на прилавках магазинов, ну как-то, ну не знаю, мне больше нравилось самой что-то делать, нежели брать какие-то вещи и по ним там что-то выполнять. Такие задания. Но потом, когда я посмотрела видео Даяны Джей, она подробно рассказывала о разных таких креативных журнальчиках, также о раскрасках, я как-то пересмотрела свои отношения, решила попробовать купить одну книжечку. Я купила блокнот всем известный «Уничтожь меня», и мы с ним вообще развлекаемся, и у меня достаточно много таких позитивных, веселых моментов с ним связанных, и он действительно в какой-то мере помогает иногда раскрыться, когда, если ты что-то хочешь делать интересное, но тебе не дают какое-то внутреннее такое «О, да зачем я это буду делать, это будет смешно, как там подумает кто-то обо мне». Но тут у тебя есть задание, и уже ты, собственно, никуда не отвертишься, ты должен его выполнить, поэтому с ним как-то спокойнее, и мне более уверенно я делала какие-то смешные вещи. И также вот этот блокнот от автора всемирно известного бестселлера «Уничтожь меня». Развивайте свою креативность новым шедевром Кэри Смит. Позвольте творческому потоку захлестнуть вас, благодаря этому руководству абсолютно все желающие смогут анализировать, изучать окружающий мир так, как это делают ученые и художники. Придумайте истории вещей, фантазируйте о том, что могло и не могло случиться с ними, ищите, находите вдохновение вокруг себя, пробуждайте творческую энергию. Документируйте, рассматривайте окружающий мир, словно вы никогда раньше его не видели, составляйте заметки, собирайте вещи, которые находите в поездках, помещайте тенденции, копируйте, отслеживайте, записывайте все, что вас привлекает. И у меня есть, конечно, некоторые, уже я делаю какие-то, я думаю, все мы собираем какие-то штучки интересные для себя, и вот я посмотрела, ну что, что-то есть мое здесь, и решила тоже начать работать с этим блокнотом. Я уже пару страниц пролистала, сейчас я подскажу, что интересно ну, допустим, путешествие, исследование номер 30. История путешествия. Собирайте предметы, которые рассказывают о ваших путешествиях, опишите, где нашли каждый из этих предметов. Тут такая страничка с корабликом, я думаю, очень интересно будет вспоминать всякие интересные моменты путешествий и, допустим, вот тоже наблюдение за людьми. Затем, за совершенно коллекционерные шрифтов, различия, подслуженные разговоры, место для приклеивания найденных вещей, что-то такое унистошенное место, да? язык деревьев, формы пятен, этнография себя, мятинная бумага, местные предания, интересный мусор. Собирайте разные обломки, которые покажутся вам интересными или интригующими. Опишите их словесно, зарисуйте, сделайте фотографии, отметьте та же, где и когда нашли эти вещи. Размыслите вот над чем. Какая разница между вещами, которые мы оставляем и теми, которые выбрасываем? Что вообще значит бесполезно? Как можно по-новому представить ненужные вещи? Очень интересно иногда, помогает находящимся в каком-то, знаете, бывает творческий какой-то, не кризис, а хочется сделать много, но вот чтобы душа хотела тоже сделать что-то, в первую очередь искренне. И вот начинаешь что-то развивать в какую-то сторону, задумываешься над чем-то, и как бы тебе это помогает открыть в себе что-то, помогает более четко мыслить и понимать, что ты хочешь, что ты хочешь делать, и дает тебе какое-то внутреннее спокойствие, уверенность в том, что ты делаешь именно то, что ты хочешь, потому что ты уже поразмыслил над этим, ты посмотрел на это с разных сторон. Я думаю, что эта книжка будет очень интересна, тоже можете посмотреть в магазинах, почитать, повертеть в руках.